Hi! Рада вас приветствовать на своем канале. Не забываем оценивать видео, писать комментарии. Это очень важно. Вы так поддерживаете канал. Сегодня я хочу вам рассказать про несколько ароматов с нотой пиона. Вообще это моя любимая нота, нота пион. В парфюмерии и вообще люблю цветок пион. И внешний аромат, там все это так прекрасно. И соответственно мне нравится наличие этого цветка в парфюмах. Там где он реально ощущается. Вот именно такие ароматы сегодня я вам покажу. Желаю приятного просмотра. Заварить чайку, кофейку. Возьми что-нибудь вкусненькое. И собственно говоря погнали! И начать я хочу с аромата, который в общем-то так и называется сладкий пион. И это манталь. Аромат определенно про пион, хотя не все так считают, но да какая разница. Я выражаю свое мнение и я нахожу тут пион. Ну и опять же кто-то другой также находит, просто не все. Он тут есть. Это аромат про сладкий пион. То есть действительно вот я прям чувствую и цветок, и одновременно томную приятную сладость. Что это за сладость? На мой взгляд это молочный шоколад и кокос. Кокосовая стружка. И это невероятно приятное, необычное и классное сочетание. Аромат звучит великолепно как осенью, так и весной, и летом. Да, и даже летом, хотя он кажется таким в общем-то почти из тяжелой артиллерии, но нет. Летом он тоже прекрасен. И вообще он необычно раскрывается летом. Становится таким нежным, очень приятным и так далее. Рекомендую определенно. Если вам нравится нота пиона, познакомьтесь. Познакомьтесь. По-моему я не назвала еще один сезон. В общем он подходит на все четыре сезона. Естественно, зиму по-моему я не назвала. И во все сезоны он прекрасен. Но есть какие-то сезоны, где он особенно красиво играет. Это, например, весна-лето. И менее это зима. Вот зима самая невыигрышная. Осенью тоже неплохо, но поменьше он раскрывается по интересности, чем летом или весной. И зимой он самой такой простой вариации своей. Попробуйте его во все сезоны и оцените. Следующий аромат тоже имеет название пион. Это у нас Джо Мало, пион и замша. Необычно, правда? И аромат тоже необычный, игривый. И вы знаете, для меня он такой есть, пионово-замшевый. Мне вот прям буквально представляется белая замша, которая пахнет пионом. Причем, возможно, это изделие на вроде сумочки. Ой, он великолепен. Верхняя нота у этого аромата красное яблоко. И надо отметить, что яблоко слышно. И да, это именно красное яблоко, но оно передано не прям резко сладко, вот так, да. А нежно, в нежном таком лайтовом формате. Более того, я хочу сказать, что здесь есть еще и яблоневый цвет. Определенно, да. То есть я как-то нанесла и прям слышала вот этот аромат. И это было просто нечто. Вот. Но самое главное, ради чего, собственно говоря, создано это видео, да, это нота пиона. И она здесь, конечно же, есть. Ну, а еще, кроме пиона, я люблю замшу. Поэтому для меня это просто идеальное сочетание. Однажды я, взяв от Левант, влюбилась в этот аромат. И не только я, но еще и мой муж, который на мне его всегда, когда ощущал, говорил, это великолепно. Это что-то прям действительно очень красивое. И это так. Если любите ноту пиона, то присмотритесь и к этому аромату. Так, далее, что следующее. А, конечно же, снова пион, да. То есть тоже аромат, который имеет в названии слово пион. И это Dolce Gabbana Dolce Pion. Что у нас тут? Ну, во-первых, конечно, это невероятно красивый флакончик. И крышечка выполнена именно в формате пиона. И это необычно. Уже это необычно, да. Ну и сам флакон в остальном, да. Сам флакон-то он лаконичный, но выглядит все вместе. И вот этот бантик, и эта крышечка, все выглядит уже романтично, поэтично и красиво. И лаконичность уходит уже куда-то совсем в сторону. Аромат. Вот тут уже пион в первую очередь свежий. То есть, когда я только снимаю вот крышку буквально, или наношу на себя, то это определенно пионовая свежесть. Ну, то есть, это пион и арбуз такой. Вот я так слышу. Арбузная свежесть. С легкой, сладковатой, даже томной ноткой, но не тяжелой. Далее для меня это именно что становится томным пионом, но опять же не грузным, не грузным, не тяжелым, не восточным там, наконец. А именно вот прям томненьким просто, да. И мне вот буквально представляется ночь, луна. Я прогуливаюсь вдоль пиона. Вот они такие ночные пионы. Вот правда, здесь такая мистическая, я бы даже сказала, какая-то нотка. Вот если вы ищете мистический пион, то вам сюда определенно. Тоже очень интересный такой аромат. Очень приятный. Далее. Блюминг букет. Сейчас выну из коробочки. Это мисс Диор. Здесь также присутствует нота пиона. Она тут уже прям совсем откровенная. Напрямую прям пион-пионище. Да, вот это именно прям вообще про пион. Полностью. И несмотря на то, что здесь присутствует легкий флер шипра, он здесь мягко-мягко обволакивает. Не своими вот этими колкими нотками, да, пронзает, а мягким облачком, пионовым. Это волшебно. Очень, кстати, комплементарный аромат, которому бы я рекомендовала присмотреться тем, кто любит ноту пиона, который здесь является, как я сказала, прям крайне выразительной и определенно читаемой. Ни с чем не перепутаешь. И вообще он такой романтичный, легкий, очень приятный. Аромат воздушный. Я прям его люблю. Конечно. Это, кстати, у меня второй флакон 50 мл. И буду приобретать еще. Еще один красавец, где присутствует нота пиона, яркая, очевидно. Это аромат Гуччи Ойда Парфам Ту. Так, коробочка. Снятость, между прочим. Давняя-давняя снятость. Уже теперь. Аромат просто прелесть. Он великолепен. Нежно-ежевично-пионовый. Именно так звучит этот аромат. Нота пиона здесь тоже присутствует не столь ярко, не столь активно, но все-таки она есть. Она ощутима, определенно. Но я же вам сказала, что это ежевично-пионовый аромат. Знаете, даже можно сказать, что это аромат ежевичного чая. Так, слышно. Ну, опять же, с пионом. Очень приятный. Он немножко острый в начале. Вот есть какая-то в нем такая остринка не в плане перца, а вот колкость, скорее даже не остринка. Да, легкая-легкая буквально. Но потом и это уходит, и остается только нежность. Причем именно пион оказывается на пьедестале этого аромата. Да. И звучит чрезвычайно нежно и приятно. Такой аромат хорошо носить в летнюю и весеннюю поры. Ну, теперь я вам покажу ароматы, в которых пион не прям напрямую читается, но читается. Не так различим. Но я, так как, может быть, я люблю эту ноту, не знаю, но вот тут в Kelly and Client Share Beauty Essence я ноту пиона чувствую. Вот. Да что ж такое. Очень даже чувствую. Но здесь я также ощущаю не менее отчетливо фиалку и персик. А, еще капельку ванили. Ну, интересно, он такой классный. Но пион различим, что здорово, здорово. Слушайте, так тиметь начинает. Я не знаю. Ладно. Ничего страшного, да, в общем-то. Ну и, наконец, в общем-то, да, последний флакон, который я покажу вам в этом видео, это Narcissa Rodriguez Lyo. Тоже очень интересный такой аромат. Видите, у меня именно крышка прозрачная. Туалетная версия. И вы знаете, здесь пион уж совсем, конечно, закопан. Напрямую здесь его услышать будет сложно тем, кто особенно... Не как я прям обожает пион. Я тут услышу. Это аромат телесно-мускусный. Но мускус здесь, кстати, мягкий, красивый, приятный. Молочно-мускусный такой. Я бы даже, знаете, что сказала? Здесь есть аромат трюфеля. Определенно. И вот под этим всем находится нежный пиончик. В принципе, здесь даже, наверное, может быть и розочка проскальзывает. Поэтому этот аромат менее всего выражает напрямую ноту пиона. Но, тем не менее, тут даже цвет, видите, какой нежно-розовый. Поэтому не могу не показать его и не сказать о том, что все-таки здесь пион присутствует. Ну что ж, вот такие были в моем видео 7 пионовых флаконов. Ну, точнее, флаконов с пионами. Если видео понравилось, как вы помните, не забудьте поставить лайк. А также подписаться на канал, если вы еще это не сделали. Оставляйте ваши комментарии. Всем удачи, люблю, целую. До встречи в следующих роликах. Всем пока!